Чем более высокое положение занимает человек, тем меньше написано на его дверной дощечке. Если бы каждый человек исполнял свой долг, на свете жилось бы, как в раю. Ни на ком так не заметен бег времени, как на детях. Судьи знают только о твоих злодеяниях, а я знаю о тебе все. Вот почему я не могу тебя судить. Я сержусь на наш мир, потому что он все время посылает моих детей на смерть, во имя чего-то великого, во имя славы или спасения человечества, или еще чего-нибудь в этом роде. Стал наш мир от этого хоть немножко лучше. Стоит написать о болезни в газете, как большинство читателей тотчас начинает искать у себя симптомы. Способен ли человек быть счастливым, и был ли он когда-либо способен на это? Человек, несомненно, как каждое живое существо, но человечество никогда. Все несчастье человека в том, что ему предопределено было стать человечеством, или в том, что он стал человечеством слишком поздно, когда он уже непоправимо дифференцировался на нации, расы, веры, сословия и классы, на богатых и бедных, на культурных и некультурных, на поработителей и порабощенных. Нации, сословия, классы не могут долго сосуществовать, не задевая друг друга и не тяготясь друг другом до полного отвращения. Они могут жить или в вечной изоляции друг от друга, что было возможно лишь до тех пор, пока мир был для них достаточно велик. Или в борьбе друг с другом, в борьбе не на жизнь, а на смерть. Для биологических человеческих групп, таких как раса, нация или класс, существует единственный, единственный путь к блаженному состоянию ничем не нарушаемой однородности. Надо расчистить место для себя, истребив всех других. Когда-нибудь люди поймут, что никакая победа не стоит того, чтобы ради нее воевать. Люди никогда не считают загадочным то, что служит им и приносит пользу, но только то, что им вредит или угрожает. Пока человек молод, он радуется всему и был бы ослом, если бы не делал этого. Но в молодости обычно нет средств на то, чтобы доставлять себе радость. Никаких чертей не существует, а если бы они существовали, то выглядели бы как европейцы. Сад никогда не бывает окончательно устроен. В этом отношении он подобен человеческому обществу и всем людским делам. В аккуратно сложенной пирамиде свеклы и что-то захватывающее. Это монумент плодородной земле. Человек из чувства гордости постоянно создавал новые различия между людьми, чтобы затем, обуинный великодушием и идеализмом, снова и снова пытаться их преодолеть. Любовь к родине, к дому – такая же религия, как поклонение какому-нибудь звездному божеству. Мы обзавелись слишком многими доктринами и обязательствами, которыми оберегаем других, вместо того, чтобы от них избавиться. Мы выдумали кодекс нравственности, права человека, договоры, законы, равенство, гуманность и прочее. Мы создали некую фикцию человечества, понятие, объединяющее нас и других в воображаемом высшем единстве. Какая роковая ошибка! Нравственный закон мы поставили выше биологического. Мы нарушили величайшую естественную предпосылку всякой общности. Только однородное общество может быть счастливым. Если кто-нибудь рядом с вами погрузится в чтение книжки, то считайте, что его нет подле вас. Он где-то в другом месте. Он никак не связан с вами. Он общается с другими людьми. Знайте, убитый человек – это обесчищенный и разоренный храм. У людей, знаете ли, хватает терпения искать алмазы в песке и жемчуг в море. А вот отыскать дарования и таланты, чтобы они не пропали впустую, это никому не придет в голову. Имея сад, неизбежно становишься собственником. Если у тебя выросла роза, так это не просто роза, а твоя роза. Видишь и отмечаешь не расцвет черешин, а расцвет твоих черешин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok